Несмотря на то, что пандемия коронавируса в России понемногу идет на спад, экономика страны до сих пор ощущает ее последствия. Причина это нехватка рабочих рук, так как границы до сих пор закрыты для мигрантов. Тверская область не исключение. Роман Быков поинтересовался, как решить эту проблему. Пандемия коронавируса имела в прошлом году для России неприятные последствия по целому ряду направлений, в частности и в экономике. Многие предприятия начали останавливаться. Трудовые мигранты стали массово покидать страну. Однако даже когда первая волна пошла на спад минувшим летом, выяснилось, что многие рабочие места так и остаются вакантными. Значительная часть тех, кто дорабатывал, они уехали. Причина вполне понятная. Кто-то остался даже на сверхурочной, так сказать, работой, но у них или разрешения закончились, или они просто уже физически не могли оставаться, им тоже домой хотелось. И многие организации и предприятия столкнулись с нехваткой рабочих кадров. Среди отраслей, которые больше всего пострадали, это перерабатывающие, агропромышленный комплекс, сервисные компании, в том числе связанные с обслуживанием жилого фонда, а также строительство. Причем речь идет о дефиците не только монтажников, но и рабочих, занятых на производстве стройматериалов. Например, на этом Тверском заводе железобетонных изделий традиционно нанимали узбеков. Свои, в силу специфики рабочего графика, идут сюда неохотно. Летом у нас заводы работают в три смены, а зимой в одну смену. И вот эту диспропорцию уже в течение многих лет, больше 10 лет мы используем иностранную рабочую силу, и у нас приезжают одни и те же сотрудники. Они изучают наше оборудование, они изучают инструменты. В итоге, пока на предприятии так и не смогли, снова открыть третью смену. Из-за этого часть заказов ушла к конкурентам. Обращение на региональную биржу Турдани к чему не привели. 10 вакансий из местных так никого не заинтересовали. И такие проблемы у многих работодателей Тверской области, где невостребованными остаются до 15 тысяч рабочих мест. Многие компании в этих условиях абсолютно точно задумаются о технологической модернизации, о пересмотре рабочих мест. Даже те вакансии, которые они будут продолжать выставлять, потребуют осознания, а какая тогда заработная плата будет привлекательна для заполнения этой вакансии. Однако, конечно, полностью проблему это не решит. Тем более, что привлечение трудовых мигрантов – это нормальный процесс для любой развивающейся экономики. Неудивительно, что в текущем году правительство России хочет упростить ввоз иностранной рабочей силы. Проработать этот вопрос уже поручено МВД, Минтруду и Минсельхозу.